Во вторник 6 августа в Республике Коми в России загорелся нефтеперерабатывающий завод. Это нефтеперерабатывающее предприятие «Транснефть», находящееся в Усинске. По данным российских пабликов, пожарный НПЗ начался после взрыва. Что его повлекло за собой, пока не сообщается. На видео с места инцидента видно пламя и высокий столб черного дыма, поднимающегося на территории предприятия. «Где-то линия вспыхнула, жесткое возгорание, утечка, взрыв был», – прокомментировал инцидент один из сотрудников предприятия. Всех сотрудников эвакуировали, пишут российские СМИ. В военно-разведке раскрыли некоторые детали событий, которые сейчас происходят на украинско-российской границе, в частности в Курской области. В разведке отказались комментировать тему прорыва в Курской области РФ, однако, как сообщил НВИ-источник ВГУР, в этих действиях точно не задействованы бойцы российского добровольческого корпуса, которые воюют в составе ВСУ. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что ситуация в Курской области неконтролируемая россиянами. «Российские военкоры врут о контролируемости ситуации на Курщине. Россия не контролирует границу». Так прокомментировал он информацию о том, что якобы ВСУ пытались прорвать границу в Курской области, а пограничники и армия РФ якобы этого не допустили. На фоне сообщения о прорыве в Курскую область местным жителям поступают звонки с просьбой срочно эвакуироваться. Об этом пишут местные паблики. Также по данным пресс-службы правительства региона, жителям Курчатова по телефону рассказывают о скором захвате Курской АЭС. На самом деле обзвон ведут сотрудники ЦИПСО. Эта информация ничем не обоснована. Просим жителей не поддаваться на информационные провокации, заявили власти. Ну а тем временем началась настоящая Курская битва. Российская авиация бомбит свою же российскую территорию. Во вторник, 6 августа, украинский лидер Владимир Зеленский провел очередную ставку с участием высшего командования сил обороны. Главком ВСУ Александр Сырский участвовал во встрече по видеосвязи, так как на данный момент отправился с рабочей поездкой на фронт. Первой темой обсуждения стала непростая ситуация на линии фронта. Зеленский назвал три самых сложных участка, где идет российское наступление – Покровское, Торецкое и Харьковское. По поводу ситуации в войне с докладами выступили также представители внешней и военно-разведок страны – ГУР и СВР. Второй ключевой темой встречи стало наращивание производства украинских дронов и ракет для обеспечения сил обороны на фронте. «Направили дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства станет больше», – пообещал украинский президент. Представитель российско-оккупационной так называемой администрации в Запорожской области Владимир Рогов жалуется, что Украина очень эффективно использует дроны на поле боя. Жалобами Рогов выступил в эфире пропагандистского канала. Предатель сообщил, что силы обороны Украины массово используют на поле боя Бупола, из-за чего продвижение вперед россиянам дается очень большими потерями. Доходит до того, что только на одном участке фронта в полтора километра мы насчитали свыше 300 дронов противника, которыми он бил или пытался бить. Представьте, 300 дронов Камикадзе, несущих смерть на участке в полтора-два километра. Естественно, при такой плотности вести наступательные действия очень тяжело по той простой причине, что любая техника, которая появляется в зоне досягаемости дронов, подвергается ударам. Ничего не спасает, будь то обвесы, наваренные клетки, мангалы. На технике появляться там у линии фронта смертельно опасно и безрассудно. Сейчас расстояние стало еще больше, потому что вражеские дроны по глубине ударов достигают даже 20 километров. На одного нашего бойца они могут использовать 5-6 дронов. Начинается настоящая охота, и проблема заключается в том, что технологии не стоят на месте. Это уже искусственный интеллект, это Рой, и я думаю, в ближайшем будущем мы слокнемся с этой проблемой еще больше, рассказал Рогов. И это, друзья, указывает лишь на одно. Донатить на дроны нужно больше. Во время атаки по Киеву в ночь на 6 августа враг снова использовал баллистические ракеты из Кандер КН-23. Сразу отметим, что несмотря на представление о том, что РФ пристановила их использование, эти баллистические ракеты продолжают лететь на Украину. В частности, одна из них упала в лес под Белой Церковью 31 июля. И похоже, что аналогичная ситуация произошла и во время последней атаки, когда одна из КН-23 упала на окраине Броваров. Момент ее падения был снят на видео и широко распространен в сети, отмечают эксперты Дефенс Экспресс. Сама ракета упала в лесу рядом с трассой. От места падения этой ракеты до центра Киева около 20 километров, а сами Бровары вряд ли были целью удара. То, что упало именно КН-23, стало известно благодаря найденным останкам. Об этом Дефенс Экспресс стало известно из собственных источников. Также из них получены фото обломков с характерной маркировкой для ракеты из Кандер. На видео с места событий на нескольких кадрах можно заметить и саму неконтролируемо падающую КН-23. Такие ситуации являются для ракет Скандер более чем привычными, и примерно половина из них просто разваливаются в воздухе, а долетающие имеют более чем значительное отклонение. В то же время главной проблемой является то, что РФ продолжает использовать эти ракеты из Скандер. И то, что КН-23 неконтролируемо падает и взрывается на земле, все равно представляет угрозу для гражданских. Тем более, что очевидно, целью для этих ракет, которые определяют россияне, являются не конкретный объект, а город, например, Киев в целом. Несмотря на то, что России самой не хватает комплекса ПВО для защиты своих территорий, она решила помочь Ирану и уже начала поставки. Об этом говорится в материале Дефенс Экспресс. Так, накануне обострения отношений между Иранами и Израилем из-за ликвидации лидера Хамаса Исмаила Хани в Тегеран прибыл экс-глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который сейчас занимает должность секретаря Совбеза РФ. Он провел ряд встреч с президентом, секретарем Совета Нацбезопасности и главой Генштаба. Но, как сообщает New York Times, Иран попросил у РФ современной системы противовоздушной обороны в рамках подготовки к войне с Израилем. На эту просьбу Россия ответила положительно и уже начала поставки. Отмечается, что Ирану понадобились дополнительные системы ПВО, хотя и своих у них достаточно, поскольку Израиль пообещал уничтожить все иранские ядерные объекты. Итак, какую ПВО имеет Иран? Это 4 дивизиона С-300 ПМУ-2, полученного ТРФ по контракту 2007 года, 3 дивизиона С-200, неизвестное количество Абавар-373 иранского ЗРК, якобы приближенного к С-300, неизвестное количество Талаш-15 Хардат, якобы дальнобойный ЗРК с дальностью 150 км, около 50 МИМ-23 Хавки и копий Мерсат, 29 ЗРК ТОР, законтрактованных у РФ в 2005, а еще 9 ЗРК АИЧКЮ-2 китайской копии С-75. Иран вполне мог попросить у РФ только С-400, который по декларациям Кремля может сбивать баллистические ракеты, предполагает издание. В марте прошлого года Иран делал движение по получению от РФ С-400, но никакой информации о договоре на его поставку не было. Да и на фоне войны с Украиной Кремль не был заинтересован в их поставке, а самим зенитно-ракетным комплексам также нужен персонал. Поэтому единственный вариант срочной передачи из РК С-400 – это их переброска вместе с российскими военнослужащими. При этом, по информации от израильских СМИ, РФ уже перебросил в Иран мощный комплекс РЭП Мурманск-БН и даже от РК Искандер. Не исключено, что тоже с российскими военными. Таким образом, возможная иранно-израильская война вполне вероятно будет означать прямое участие в ней РФ. Тем более, что для Кремля это будет далеко не в первый раз. В частности, можно вспомнить размещение в Египте советских войск во время арабо-израильской войны на истощение, которые принимали прямое участие в конфликте, сообщили в Defense Express. 5 ноября американцы пойдут на избирательные участки, чтобы выбрать своего следующего президента. Опросы показывают, что Харрис начала опережать Трампа и уже вырвалась вперед на 3%. Об этом сообщает The Economist, публикуя последние средние показатели по стране. По состоянию на 5 августа за Харрис готов проголосовать 48% американцев. За Трампа – 45%. Аналитики отмечают, что Харрис достаточно быстро переломила негативную для демократов тенденцию и после выхода Байдена из гонки сначала догнала кандидата от республиканцев, а затем вырвалась вперед. У нее есть одно явное преимущество. Она на 18 лет моложе Трампа, который ранее высмеивал преклонный возраст Байдена и его физическую несостоятельность. Против Трампа играет и его мрачная репутация. После покушения на Трампа он считался явным фаворитом, однако выход Байдена из гонки перевернул ход кампании. В то же время американские СМИ сообщают, что Харрис выбрала кандидатом в вице-президенты Тима Уоллза. Об этом со ссылкой на источники сообщили телеканал CNN и агентство AP. Отметим, что Тим Уоллз поддерживает Украину. В прошлом году он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, выражал поддержку Украине и заявлял о готовности всеми силами помогать украинским беженцам. Министерство обороны Российской Федерации звонило в Департамент обороны США, чтобы тот убедил Украину не атаковать территорию РФ на день ВМФ. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире «Россия-1». Он отметил, что готовилась атака на 28 июля, чтобы России якобы был нанесен максимальный ущерб и получен максимальный медийный эффект. Поэтому якобы министр обороны России Белоуссо позвонил министру обороны США Остину. Обе стороны якобы обсуждали запланированную операцию Украины против РФ. После телефонного звонка Вашингтон, как сообщается, звонил Киеву и призвал не проводить операцию, если таковая планировалась. Рябков не рассказал подробности этой атаки, ведь, по его словам, это государственная тайна. В Интерфакс сообщили 4 августа, что якобы разговор Белоуссо и Остина помог избежать эскалационного витка. «Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны Вашингтон, и я так понимаю, не только Вашингтон, но и в некоторые другие столицы подконтрольный Вашингтону дошел. Мы избежали нового эскалационного витка», — сообщил Рябков. Отметим, что украинская сторона официально не комментировала заявление российского замминистра. Из-за запрета США использовать дальнобойное оружие по территории РФ, Украина потеряла уникальный шанс уничтожить большое количество самолетов Су-34. Еще в начале лета Киев не единожды просил Вашингтон дать добро убить американским дальнобойным оружием по военным аэродромам РФ, — информирует ресурс Forbes. Так как Запад отказался давать добро, то Киев использовал оружие собственного производства для ударов по территории РФ. Совсем недавно, в ночь на 3 августа, Киев с помощью беспилотников атаковал военный аэродром Морозовск. В украинской разведке читались об одном уничтоженном и еще двух поврежденных — Су-34. Украина пытается всеми силами уничтожить именно Су-34, который несут на себе Кабы. В РФ также прекрасно это понимают и стараются большинство своих самолетов перебазировать на дальние аэродромы. Эксперты пишут, что в начале лета у Киева была хорошая возможность одним махом уничтожить порядка 10 самолетов Су-34, которые базировались на авиабазе Воронеж-Мальцево. Тогда Киев направил запрос в Вашингтон, чтобы они дали добро на удары по авиабазе ракетами атакам, однако в Белом доме не позволили. Кремль решил от греха подальше перебазировать авиацию в глубину РФ. Эксперты также заявили, что даже если в будущем США дадут добро на удары в глубь РФ, то будет уже поздно, поскольку вся основная авиация будет вне зоны досягаемости атакамс. Тем временем по американской военной авиабазе в Ираке был нанесен удар двумя российскими ракетами «Катюша». Западная пресса пишет минимум о пятерых раненых. Сама же авиабаза Алясад находится на территории западного Ирака. 6 августа журналисты агентства Reuters сообщили об атаке на базу США в Ираке. При этом источник сил безопасности Ирака сообщил, что ракеты разорвались на территории самой авиабазы. Источник пока не может сказать, связаны ли эти события с недавней ликвидацией Хани. Также неизвестно, кто стоит за этим ударом. Субтитры сделал DimaTorzok